Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфея Хайдарова. Здравствуйте! В Павлодаре стартовал сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Все виды мяса, овощи, мучные изделия и полуфабрикаты. Молочная продукция в эти минуты реализуется по сниженным ценам. Наш корреспондент Ербол Абишев убедился в этом лично. Он сейчас на прямой связи со студией. Ербол, доброе утро, вам слово. Доброе утро, Альфея. Цены сегодня удивляют горожан. Немногим ранее я прошелся по торговым рядам. Здесь действительно дешевле, чем в магазинах. Эту ярмарку жители Павлодара ждут всегда. Здесь можно закупить продукты питания по довольно низким ценам. Даже несмотря на то, что торговля развернулась на окраине города, едут сюда со всех районах областного центра. Я местный, со 2-го Павлодара тут рядышком живу. Почему сюда едут? Ну, чуть подешевле, пенсионерам тоже хорошо. Чуть дешевле, хоть на копейки. Цены лучше, чем в городе. Да, на ярмарке все лучше. Молока купили, сметаны купили. Сейчас вот яиц купим, мясо купим. Все отлично. Стоимость продуктов питания сегодня лично проэспектировал Аким Павлодарской области Булат Бакауф. Вообще, это первая сельхозьярмарка в этом году. Сегодня сюда привезли продукцию из Павлодарского, Байнаульского, Успенского, Лебяжинского районов и сельских зон областного центра и города Ахсун. Всего завезли 15 тонн картофеля, 9 тонн моркови, 3 тонны свеклы, 6 тонн капусты. Примерно цена на овощи варьируется в пределах 75-80 тенге за килограмм. Это при том, что овощи обычно на порядок дорожают в зимнее время. Картошка 80 тенге, морковка, свекла 75 тенге, редька 75 тенге и лук 80. Картошка, свеклу реализуем по цене 80, картошка 75 тенге. На 151 гектар было посажено картофель, получили около 3000 тонн продукции. В этом году посевы увеличим до 460 тонн. В прошлом году в регионе провели 677 подобных ярмарок. Было продано по меньшей мере 2000 тонн мяса, более 30 тонн колбасных изделий, 500 тонн молочной продукции, свыше 600 тонн картофеля и овощей. В общем, было реализовано продукции на 2 миллиарда тенге. На этот год организаторы тоже не намерены менять планов, даже хотят увеличить объемы поставляемой продукции. Альфия? Спасибо, Ербол. С нами был Ербол Абишев. Мы продолжаем. Безвизовый режим США возможен, но пока этот вопрос детально не обсуждается. Об этом заявил пресс Аташе американского посольства в Казахстане Рен-Эль-Хай. Он отметил, что работа по облегчению доступа в страну для казахстанцев ведется. В прошлом году посольство США начало выдавать визы сроком на 10 лет. Вопрос безвизового режима возник после того, как Нурсултан Назарбаев на встрече с Дональдом Трампом высказал ожидание ответной реакции на безвизовый режим для граждан Америки в нашей стране. Мы очень рады видеть, что больше казахстанцев, чем когда-либо, имеют визы в США. В прошлом году посольство в Астане и консульство в Алматы выдали беспрецедентное количество виз. Мы делаем все, чтобы облегчить процедуры. Увеличили количество персонала и ресурсов. Несмотря на большое количество заявок, пройти интервью возможно даже в течение двух дней. Мы надеемся со временем сделать условия еще лучше и удобней. На юге Франции разбились два военных вертолета. Погибли пять человек. Как сообщат местные СМИ ЧП, произошло в префектуре департамента ВАР. Крушение потерпели многоцелевые вертолеты «Газель», принадлежавшие школе легкой военной авиации, где обучают пилотов. Причины крушения пока не установлены. В жандармерии заявили, что воздушные судна могли столкнуться в воздухе при выполнении упражнения. В Шанхае 18 человек получили травму после того, как автомобиль, перевозивший газовые баллоны, вылетел на тротуар и протаранил пешеходов в центре города. По предварительным данным, водитель автомашины, совершивший наезд на людей, закурил в салоне, в результате чего воспламенился газ. Испугавшись, он потерял управление и выехал на тротуар. В полиции сообщили, что виновник аварии нарушил сразу два правила дорожного движения КНР. Перевозил опасные вещества на необорудованном транспорте и курил за рулем, что в Китае строго запрещено. Вон там ехал микроавтобус, когда потерял управление. Он врезался в ограждение, выехал суда на тротуар, сбил людей, потом машина загорелась. Чрезвычайное положение введено в Новой Зеландии из-за мощного тропического циклона Фехи. Несколько городов на Южном и Северном островах страны оказались затоплены. Сильный ветер валил деревья и столбы и линии электропередачи взрывал крыши с домов. В городе Нельсен на севере Южного острова очевидец снял на видео, как мощные волны сносят с набережной несколько человек. Местный аэропорт приостановил работу. Десятки людей были эвакуированы. Циклон повредил многие дороги и здания. Власти сообщили, что работы по восстановлению инфраструктуры уже ведутся. Власти Мексики направят военных на борьбу с преступностью. Они будут помогать полиции задерживать преступников и вести расследования. При этом отмечается, что войска направят в особо опасные районы, где органам правопорядка не удается справиться самостоятельно. По официальным данным, в прошлом году в Мексике было совершено свыше 25 тысяч убийств. Это на 25% больше, чем в 2016 году. При этом большинство людей стали жертвами вооруженных столкновений между наркокартелями. Отмечу, рост насилия в стране стал одной из центральных тем вокруг президентских выборов, которые должны состояться в Мексике этим летом. Речь в первую очередь идет о кровопролитных конфликтов между группировками наркоторговцев, которые становятся все мельче и многочисленнее, а конкуренция между ними все ожесточеннее. ООН обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить в этом году для нуждающихся в Южном Судане 3 миллиарда 200 миллионов долларов. При этом почти половина суммы будет направлена на нужды беженцев из этой страны, нашедших приют в других африканских государствах. Между тем, в самом Южном Судане в гуманитарной помощи остро нуждаются 7 миллионов человек. По данным ЮНИСЕФ, на грани голодной смерти находится четверть миллиона детей. Отмечу план помощи. Южно-суданским беженцам был профинансирован лишь на 33%, а программа поддержки нуждающихся людей внутри страны на 73%. Напомню, вооруженный межэтнический конфликт в Южном Судане вспыхнул в 2013 году, почти сразу после того, как страна обрела независимость. «Да, конечно, сумма не маленькая, но если сравнить с расходами на войну, которые и причиняют весь этот кризис, это не так много. Это цена, которую мы должны заплатить, чтобы люди могли продолжать жить в своей стране, верить, строить планы на будущее». «Я бежала из Южного Судана из-за конфликта, от которого в большей степени страдают женщины и дети. Я не хотела, чтобы моя семья жила в таких условиях, поэтому я обратилась в ООН и попросила помочь нам с убежищем. Я никогда не вернусь на родину». Число иностранцев, попросивших в прошлом году убежища в странах ЕС, резко сократилось почти в два раза. Об этом сообщили в Европейском агентстве по предоставлению убежища. Согласно статистике, всего в прошлом году заявления подали 707 тысяч человек. При этом больше всего запросов поступило от граждан Сирии. Место в списке сирийцы удерживают уже пятый год подряд. За ними следует выходцы из Ирака, Афганистана и Нигерии. В первую десятку также вошли граждане Пакистана, Эритреи, Албании, Бангладеш, Гвинеи и Ирана. Еврокомиссии считают, такая динамика говорит об эффективности предпринятых в ЕС мер в отношении миграции и укрепления границ. В городе Кале на севере Франции произошла крупная потасовка между мигрантами из Афганистана и Эритреи. Пострадали 22 человека из них, пятеро получили огнестрельные ранения. В связи со случившимся в Кале прибыл министр внутренних дел страны Жерар Калон. Потасовка между афганцами и африканцами произошла во время раздачи бесплатной еды. Чтобы разнять людей, пришлось вмешаться полиции. По данным властей, в Кале сейчас остаются от 600 до 800 мигрантов. Есть много людей, чаша терпения, которых уже почти переполнено. Как вы видите, все больше мигрантов прибегают к насилию и объединяются в банды. В прошлом это были в основном спонтанные группы, а теперь появились преступные лидеры, которые вербуют людей, и это нужно прекратить. Ну а сейчас вернемся к событиям в нашей стране. В Восточно-Казахстанской области из-за скандала вокруг большого числа детей, заразившихся гепатитом А и гибели 11-летней девочки, освобожден от должности главный врач Урджарской районной больницы. Об этом сообщает информационный центр ВКО. Напомню, что именно Жиксинбайт Любердин в середине января сообщил нашему телеканалу о том, что с осени прошлого года в селе Шолпан было зафиксировано 49 случаев гепатита. После этого заявления в район отправилась республиканская комиссия. В ходе проверки было выявлено, что общее число заболевших не 49, а 31 человек, а причина смерти школьницы по предварительным данным гепатит Е. В настоящее время в районе проверка продолжается. Рост заболеваемости гепатитом А в последние годы наблюдается и в Ягойском районе Восточно-Казахстанской области. Уже зарегистрировано 18 случаев. Специалисты связывают это с соседством села Шолпан Урджарского района, где с осени прошлого года выявлено более 30 заболевших. Первые случаи гепатита А в Ягойском районе были выявлены осенью прошлого года. В средней школе имени Кишрима Бостаева заболели сразу трое школьников. Все они являлись друг другу родственниками. Родители учащихся родом из села Шолпан. Дети на каникулах съездили в аул и там могли подхватить инфекцию. Поэтому мы попросили их пока ограничить поездку в родное село. В 2016 году не было инфекции у нас. В 2015 зарегистрировано всего 6 случаев. До конца 2017 года зарегистрировано 16 заболевших гепатитом А. В этом году выявлено 2 случая. Заболевшие прошли соответствующее лечение и уже выписаны домой. В 8 школах была проведена необходимая дезобработка. Ведь из 18 заболевших 12 – это учащихся учебных заведений. Мы провели все профилактические работы. И даже в школах дети писали диктант на тему, как обезопасить себя от желтухи. Все работы в этом направлении активно ведутся. В настоящее время ситуация под контролем и повода для беспокойства нет, уверяют специалисты. Школа района работает в прежнем режиме. На днях в Аягузе было доставлено 200 вакцин от гепатита А. Руслан Шакабаев, Анатолий Тернов, Берег Жабалайулы, Восточная, Казахстанская область, Хабар-24. Сразу 20 модульных медицинских пунктов сдали в эксплуатацию в Сайрамском, Абайдибекском и Сарагашском районах Южно-Казахстанской области. По словам специалистов, такие медпункты строить выгоднее. На их сборку уходит всего два месяца, затраты сокращаются в разы. Стоимость модульной конструкции площадью 125 квадратных метров и оснащенной медоборудованием – 30 миллионов тенге. Напомню, что на юге страны действует 846 медицинских учреждений, 225 из них – это медицинские пункты. У нас в области не хватает 90 медицинских пунктов. В некоторых аулах их нет вообще, в некоторых – приспособленные или аварийном состоянии. В этом году все обновили и на 100% решим этот вопрос. В прошлом году мы сдали уже 20 медпунктов. В этом планируем ввести в строй 67. Библиотеку для спасателей открыли в Караганде. Здесь собрана учебная литература из личных фондов сотрудников Департамента чрезвычайных ситуаций. Она создана на базе специализированной пожарной части. Здесь же находится и школа профессиональной подготовки, где за год проходит обучение тысячи пожарных и спасателей. Фонд библиотеки постоянно пополняется. Можно найти литературу по тактике тушения огня, по медицинской и технической подготовке и даже по психологии. Двери библиотеки открыты для спасателей всего региона. Когда число посетителей увеличится, введут систему читательских билетов. Здесь пожарная тактика 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Это единичные экземпляры. Это скоро будет новое золото. Там написано простым языком. Доступно, доступно. Казахстанские легкоатлетки выиграли еще три золота на чемпионате Азии в закрытых помещениях. Прыгуния с шестом Анастасии Ермакова, бегуния на 400 метров Светлана Галиндова и барьеристка Айгерим Шенезбекова стали лучшими на континенте. Кроме того, в соревнованиях, которые проходят в Тегеране, серебряную награду в беге на 60 метров завоевала Виктория Зябкина. Элина Михина пришла второй на дистанции 400 метров. Ранее чемпионками стали Ирина Эктова и Татьяна Неразнак. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...